Здравствуйте! Мы на канале Красное ТВ и я, Василий Мононков, представляю новый цикл передач, посвященных развитию применения теории марксизма сегодня. В этом выпуске мы рассмотрим такое явление, как дефолтеры и кредиторы. Дефолтер – лицо, не выполняющее обязательства по возврату заемных средств, потенциальный банкрот. Кредитор – лица, юридические и физические, предоставившие свои временно свободные средства в распоряжении заемщика на определенный срок. В третьем томе «Капиталы» мы встречаем цитату Мартина Лютера, ростовщика. Если он имеет 100 тысяч, как это и должно быть у крупных купцов, то он ежегодно получает 40 тысяч. Это значит сожрать в один год крупного богатого князя. Если он имеет 1 миллион, то он ежегодно взимает 400 тысяч. Это значит сожрать в один год крупного короля. И не грозит ему за это никакая опасность, ни жизнь его, ни добро. Он не выполняет никакой работы, сидит себе за печкой и печет яблоки. И этот разбойник в кресле, сидя у себя дома, может в 10 лет сожрать целый мир. Так рассмотрим же последнее десятилетие. 2008 год. Ипотечный кризис кредитования в США. Его сразу же окрестили мировым финансовым глобальным кризисом. Почему так? Возможно, это связано с тем, что США имеет главенствующую роль в такой организации, как МВР. Заметьте, рухнула не корпорация Lockheed Martin или корпорация BORN, а именно кредитная система. Так что же тогда произошло? Кредитная система США активно торговала ипотечными облигациями. Под фиктивный рост цен на жилье, под фиктивный кредитный рейтинг она продавала инвесторам-капиталистам дефолты и банкротства. Они охотно покупали за прибавочную стоимость, изъятую у трудящихся. Я ненавижу банки. Люди, для них цифры. И вот цифра. Безработица вырастает на 1%. 40 тысяч человек умирает. Вы это знали? Нет. Знали? Нет, я не знал этого. Рассмотрим статистику Америки по безработице. В 2008 году мы видим подъем, но с 2011 года безработица стала постепенно падать. И на сегодняшний день рынок труда в Америке стабилен. Взглянем теперь на статистику протестов. С 2008 года по 2018. Из нее видим, что динамика не сильно коррелирует с ростом безработицы. Пики протестов приходятся у нас на 2012 и 2016 годы. Как ни странно, это совпадает с выборами президентов Америки. Следующая статистика показывает падение участия работников в протестном движении, начиная с 2047 года по 2017 годы. Теперь введем в наш анализ происходящего такой термин, как закредитованность. Закредитованность. Это степень концентрации кредитов на одних и тех же заемщиках. На 2018 год долг США перевалил отметку 20 триллионов долларов. То есть совокупный долг физических и юридических лиц. За период 10 лет долг увеличился более чем в 2 раза. Причем заметьте, кредитные рейтинги Америки никогда не падали с отметки ААА. Кредитный рейтинг. Меры кредитноспособности частного лица. Кредитный скоринг. Компании, регионы или страны. Кредитные рейтинги рассчитываются на основе прошлой и текущей финансовых историй и вышеперечисленных участников рынка. ААА – высший рейтинг кредитоспособности. Это ипотека. Все же платят ипотеку. И каков кредитный рейтинг таких облигаций? У них, джентльмены, рейтинг ААА. На примере построивших учителей в Америке в 2018 году количество протестов составило более 375 тысяч человек. Мы выясняем, что их основным требованием было повышение окладной части. С чем это возможно связать? Возможно, это связано как раз таки с непрерывным ростом закредитованности. Давайте найдем у Маркса описание кредитной системы, как она выглядит при капиталистическом способе производства. Развитие кредитного дела совершается как реакция против ростовщичества. Однако, это не отнюдь не следует понимать в том смысле, какой вкладывали сюда античные писатели, отцы церкви, лютер или ранние социалисты. Это означает не более и не менее, как подчинение капитала, приносящего проценты, условиям и потребностям капиталистического способа производства. В общем и целом, капитал, приносящий проценты при современной кредитной системе, приспособляется к условиям капиталистического производства. Ростовщичество, как таковое, не только продолжает существовать, но у народов с развитым капиталистическим производством освобождается от тех границ, которые всегда ставило ему прежнее законодательство. Капитал, том, третье. Исходя из этого, можно сделать предположение, что банки – это не что иное, как ростовщичество, подчиненное капиталистическому способу производства. А как сегодня себя ведет капиталистический способ производства? Он развивается? Он точно контролирует капитал, приносящий проценты? Ростовщичество, как и торговля, эксплуатирует данные, капиталистический в нашем случае, способ производства, а не создает его, относится к нему внешним образом. Ростовщичество стремится просто его сохранить, чтобы иметь возможность эксплуатировать его снова и снова. Оно консервативно и только доводит существующий способ производства до более жалкого состояния. Не правда ли? Симптомы очень схожи. Ростовщичество оказывает революционизирующее действие лишь в том отношении, что оно разрушает и уничтожает те формы собственности, на прочном базисе, непрерывном воспроизводстве которых в одной и той же форме покоится политический строй. Вероятно, рассмотрев последние 10 лет и революции, произошедшие в это десятилетие, мы найдем схожие характерные процессы в экономике этих стран. Именно с этим определением. Именно ростовщичество в свое время уничтожало античную и феодальную форму собственности. По сути, ростовщичество является ничем иным, как универсальным историческим утилизатором формы собственности. Пока господствует рабство, или пока прибавочный продукт проедается феодалами и его чередем, и во власть ростовщика попадает рабовладелец или феодал, способ производства остается все тот же. Он только начинает тяжелее давить на работника. А примененный долгами рабовладелец или феодал высасывает больше, потому что из них самих больше высасывают. Или же в конце концов, они уступают свое место ростовщику, который сам становится земельным собственником или рабовладельцем, как всадники в Древнем Риме. Эта форма контроля ростовщика над феодалами очень напоминает нам взаимодействие внутри финансового капитала сегодня, где главенствующую роль играют банки. В 2008 году разрезался ипотечный кризис в Америке. Правительство США не спасает промышленность, а спасает печатным станком банки. Вместо того, чтобы прямо давать плебеям необходимые для них товары, хлеб, лошадей, крупный рогатый скот, они сужали им эту бесполезную для них самих медь и пользовались своим положением для того, чтобы выжимать громадные ростовщические проценты, при помощи которых они превращали плебеев своих должников-рабов. Каким еще предположением мы можем прийти, исходя из той информации, которую предоставили вам? Возможно, мы видим сегодня предел капитализма и кощеевая игла капиталистического способа производства, именно кредитная система. Возможно, мы видим смену характера эксплуатации с капиталистического способа производства на ростовщическую эксплуатацию. Возможно, капиталистический способ производства на сегодня настолько слаб, что уже не может и не в силах противостоять ростовщической системе, капиталу, приносящему проценты. И как в древние века феодалы или античность уступают свою форму собственности за откуп от обязательств. Если предыдущие предположения наши верны, то наиболее энергоемким по протестам класс сегодня являются не работники сферы услуг, рабочие фабрик, блогеры или журналисты, а являются все дефолтеры, которые по сути своей отчуждаются сегодня не только от средств на производство, а уже от личной собственности, как теряют квартиры, дома, машины. На сегодня долг человечества уже 183 триллиона долларов, и он постоянно растет. Конечно, это всего лишь предположение. В следующих передачах мы более детально разберем все наши гипотезы.